Сегодня нет оправданий ни у кого, ни оправдания ни у добровольца, ни мобилизированного. Тот, кого мобилизировали, у него нет оправданий перед Аллахом, даже если он принужден. Иджма, единогласное мнение ученых в том, что человек по принуждению не имеет права отнять жизни другого. Даже если под угрозой своей собственной личной жизни он не имеет права убить другого. И в этом контексте явным примером является пророк Юсуф, алейхиссалям. Вспомните историю Юсуфа, когда его пожелало соблазнить госпожа из знатного рода и супруга господина. Юсуф, алейхиссалям, выбрал одиночество, выбрал тюрьму. выбрал лишение своей свободы, нежели он совершит грех, это прелюбодеяние, тяжкий грех. Но убийство, оно намного тяжелее на весах у Аллаха из грехов, нежели прелюбодеяние. Ведь за прелюбодеяние Всевышний Аллах простит человека, если он раскается. За убийство, даже если он был принужден Аллах не простить человека до тех пор, пока не простит его человек, убитый.